Если вы любите шоколадные торты с насыщенным вкусом, вам обязательно стоит испечь в домашних условиях торт темный лари. Это потрясающий десерт на праздничный стол. Рекомендую рецепт. Несмотря на то, что ингредиентов довольно много и торт кажется чем-то подвластным только профессиональным кондитером, испечь его может каждый. С пошаговыми инструкциями сделать это совсем просто. Традиционный крем белого цвета, но вы можете добавить при желании краситель, чтобы тортик был еще ярче и красивее. Но обо всем расскажу по порядку. Мука 375 грамм. Какао 90 грамм. Сода 17 грамм. Растительное масло 150 грамм. Сахар 450 грамм. Молоко 150 грамм. Кофе 340 грамм. Ликер 75 грамм или другой алкоголь сок. Яйцо 3 штуки. Творожный сыр 450 грамм. Крем. Сахарная пудра 130 грамм. Крем. Сливочное масло 150 грамм. Крем. Шоколад 100 грамм. Глазурь. Сливочное масло 70 грамм. Глазурь. Количество порций 20-25. Подготовьте ингредиенты. Для начала соединяем растительное масло с сахаром и немного взбиваем. Отдельно просеиваем сухие ингредиенты, муку, какао, соду. 2-3 минуты перемешиваем все венчиком. К маслу с сахаром вбиваем яйца, продолжая взбивать. Вводим часть сухих ингредиентов. Вливаем молоко и любимый алкоголь. Добавляем горячий, только что сваренный кофе. В конце добавляем оставшиеся сухие ингредиенты и взбиваем тесто до однородности. Жаропрочную форму смажьте сливочным маслом, выложите на дно пергамент. Смажьте его маслом и присыпьте форму мукой. Выливаем часть теста в форму. У меня получилось 5 коржей по 300 грамм, и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Выпекаем корж до сухой спички. Важно не передержать его. У меня на каждый корж ушло около 30 минут. Готовый корж сначала остужаем на решетке, а после заворачиваем в пищевую пленку и убираем в холодильник. Для приготовления крема взбейте охлажденный творожный сыр с размягченным сливочным маслом и сахарной пудрой. Я решила использовать не пищевые красители, а сок черники. Ягоды размяла сначала в пюре, а после протерла через сито. По ложке добавляла сок в крем, взбивая. И вот что получилось в итоге. Полностью остывшие коржи перемазываем кремом. Если верхушка слишком поднялась, срезаем аккуратно ножом, чтобы выровнять корж. Собираем торт. Выравниваем и отправляем торт в холодильник. Для приготовления глазури растапливаем шоколад, соединяем со сливочным маслом и покрываем глазурью холодный торт. Украшаем его по вкусу. Приятного чаепития. Продолжение следует...